Мы когда с Аней предложенную тему рассматривали, у нас вдруг возникла такая ситуация, когда мы обнаружили, что мы с ней по-разному помним, видим и оцениваем то, что происходит с DLP-системами. Если я смотрю на это глазами вендора, глазами производителя, то Аня на это смотрит глазами эксплуатирующей организации, глазами фактически пользователя. И нам показалось, что будет интересно, если мы об этом таким образом расскажем. Чего хочется начать? И мы немножко поменяли тему доклада, когда мы поняли, что для того, чтобы начинать рассказывать о DLP для бизнеса, нам, наверное, хотелось бы ретроспективно пробежать по тому, что такое DLP, как развивались, как мы это запомнили, как мы дошли до жизни такой. И как же мы дошли до жизни такой? Здесь мы немножко вспомним, как каждая из нас это видела. Первая история, как это видела я, как я это запомнила, что мы начинали достаточно давно, вот где-то в начале 2000-х годов, и, наверное, до 2000-го говорили все время о внешних угрозах. Вот по моим воспоминаниям, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, вот впервые о защите периметра, о защите от внутренних угроз стали говорить где-то на рубеже 2000-х годов, и говорили в первую очередь о мониторинге периметра. Вот звучали слова периметр. Где-то, наверное, в районе 2005-го года, 2006-го года в моей памяти возникла такая вот тема DLP, вот как буквосочетание, и вот эта вот тема DLP, она звучала как защита данных. Тогда помимо каналов, помимо периметра уже появилось понятие политик, контентного анализа, и вот эта вот история там так или иначе звучала. Дальше в уже 2010-м году мы перешли от контроля всего к контролю жизненного цикла инцидента, вообще появилось понятие жизненного цикла инцидента, что мы работаем с инцидентами, что мы реагируем на инциденты, и у них есть собственный жизненный цикл. И где-то вот к 2015-му году от инцидентной модели, когда мы шли и смотрели на то, что происходит как на сплошной поток событий, мы пришли к тому, что внутренние угрозы отличаются от внешних в первую очередь тем, что они не возникают там условно сами по себе. У них всегда есть имя, фамилия, отчество, и это, как правило, конкретный человек или группа людей. И поэтому, если мы работаем с большим количеством событий, нам в любом случае их надо определенным образом классифицировать, определенным образом группировать, определенным образом смещать фокус внимания. И вот мне так кажется, что в России этот фокус внимания от потока событий, от инцидентов информационной безопасности на людей сместился в районе 2015-го года. И в 2015-м году мы стали так вот активно и акцентированно говорить о концепции, которую еще в 2013-м году предложил Гарнер о People-Centric Security, безопасность с фокусом на человека. По результатам многих лет сотрудничества мы поняли, что шли совершенно разной дорогой. Собственно говоря, Solar как вендор ориентировался на классическую, с нашей точки зрения, модель InfoSecurity и на западные системы, как они работают с информацией, и в конце концов, что они ставят задачей TLP-системы. Это действительно контроль и реагирование на уже размеченную информацию, по сути. Когда мы понимаем, что мы должны защищать, и только на сработке, связанной с событиями этой информации, мы, собственно говоря, будем реагировать. Мы работали, у нас была другая история, мы работали много лет с фокусным вендором другим, и у нас история немного другая. Как мы себе это видели, вот, там, начиная, допустим, с 2011-2012 года, и что происходит до сих пор. С нашей точки зрения, и с точки зрения того вендора, с которым мы работали, история была другая. Сначала понятно, что нужно было перехватывать хоть какой-то трафик. Мы когда внедряли в своих крупных заказчиков на тот момент, это была главная задача, абсолютно главная. То есть хоть что-нибудь, хоть почта, хоть флешка, хоть что-то должно было перехватываться. Затем уже трафик должен был распознаваться, потому что просто перехватить события с некими реквизитами, этого было недостаточно. Надо было понимать, а что мы хотим, в принципе, защищать. Дальше началась борьба, и за нее боролись очень многие вендоры, наверное, до сих пор борются. Борьба за количество каналов, вы прекрасно тоже об этом знаете. Появлялся новый мессенджер, естественно, система должна была с ним работать, перехватывать текст, звук, сообщение, все что угодно внутри этого мессенджера. Зачем все поняли, что информации таким образом накапливается много? Трафик ежедневный становится огромен, и использовать эту информацию можно каким угодно способом для любых целей. Какие цели у нас в первую очередь ставятся и совмещенные являются с защитой информации, в принципе, связаны с контролем трафика в компании как таковым? Это, конечно, мошенничество. Понятно, что это было всем интересно. Если вспомнить, что во многом ИБ все-таки зарождалось в финансовых компаниях, в банковском секторе, и там оно очень сильно росло, так скажем, то там мошенничество было, наверное, на первом месте, я бы сказала, даже относительно каких-то вот утечек в таком классическом смысле. И, соответственно, рабочее время. Что такое рабочее время? Всем сразу стали интересны сотрудники, которые не представляют из себя эффективных. Опять же, мы видим много информации, мы можем ее анализировать, и мы подсвечиваем заказчику, мы выявляем эту информацию, он говорит, так, что-то здесь не то. Это, соответственно, уже формирует интерес к функционалу рабочего времени в принципе. А дальше, опять же, путем накопления информации, путем того, что мы начали анализировать пользователей, мы начали смотреть на их активность, и мы пришли к тому, что, а что дожидаться инцидента? Соответственно, нужно как-то, наверное, все-таки это пытаться предугадать. Не то, чтобы предотвратить, а именно предугадать. А этому может помочь только, скажем, некая поведенческая модель наших пользователей, наших сотрудников, которую мы просто будем формировать на протяжении энного периода. И затем мы будем понимать, что нам в принципе ожидать. Это действительно работающая технология. И для нас, вот в наших задачах, если говорить по циклу, мы тоже, соответственно, к этому пришли. Почему так получилось? Почему получилось так, что мы пошли не по классической схеме, как я уже сказала, как, например, пошли наши коллеги. У нас вот задачка была, она здесь обозначена слайдом с средств массовой информации. Это широко известный кейс. Мы работали тогда в группе компании «Открытие», как раз в финансовой корпорации, номер один на тот момент. Откуда сотрудники, очень нерадивые, но очень сообразительные, вынесли несколько сотен тысяч долларов, которые «Открытие» вернуло в полном объеме. Об этом следует сразу сказать. И данный слайд это будет подтверждать, потому что всех осудили. Это была преступная группа, ее поймали. Она рассеялась по всему миру. Деньги были возвращены. Этот факт явился и предпосылкой к тому, чтобы, в принципе, внедрить DLP-систему, чтобы начать говорить о том, почему мы работаем только с произошедшим инцидентом и ждем, когда он случится, когда уже произошла финансовая потеря или репутационная какая-то случилась вещь. Мы должны это предотвратить. Мы должны к этому как-то, скажем, быть готовыми. И это действительно послужило у нас таким толчком в группе «Открытие», когда система была внедрена после выявления этой преступной группы, которая спряталась в недрах открытия, будем так говорить. Поэтому задачи у нас уже были понятны. Они здесь перечислены, они были известны. Нам нужно было контролировать действия коммуникаций все. И вот здесь разница в подходах. Нам нужно было чем больше трафика, тем лучше. Сырого, неразобранного, неструктурированного, с которым система классическая DLP просто не справится. Допустим, западная. Просто не справится, потому что мы сами не знаем, что мы ищем. Мы сами не знаем, где этот риск. И неважно, какие мы здесь документы сделаем, какой перечень конфиденциальной информации у нас будет, это все равно не избавит нас от того, что мы не будем понимать, с чем мы работаем и какой оборот информации происходит в компании, в принципе, в очень крупной компании, в очень огромный холдинг. Поэтому все, что можно, мы собирали. Почему? Потому что это относилось в российские суды, в зарубежные суды, в правоохранительные органы. Это должно было отвечать, в принципе, задачи сбора доказательной базы для любого процесса. Поэтому такая система нам на тот момент была интересна. Но данных накапливалось много. Кто знает историю открытия, тот знает, что в год к открытию присоединялось энное количество банков, энное количество других компаний. И открытие росло, скажем, в определенной прогрессии. Соответственно, с этим становилось работать просто невозможно. И нужно было все-таки на входе уже системе понимать, а на что реагировать, и нам ее таким образом настроить, чтобы она уже какие-то нам размеченные данные, так скажем, подсвечивала. У нас этого не было на тот момент. Но, естественно, удобство пользователей. На моменте, о котором я говорю, у нас было 15 аналитиков, 15 человек, которые работали именно с делами системы, именно с коммуникациями, в режиме 24 на 7. Поэтому их становилось много. А когда их много, они пытаются от одной системы, скажем так, от одного сервера получить одну и ту же информацию, ну, в одной и той же информации, скажем так, это становилось совершенно неподъемной вещью. И мы уже стали, скажем, посматривать и понимать, что, наверное, все-таки нет. Мы накопили уже очень много. Мы понимаем свои задачи, мы понимаем свои цели. И, наверное, все-таки стоит посмотреть в сторону других систем, которые нам помогут в анализе, в преданализе информации, которые непосредственно поступают в систему. Ну, у меня воспоминания в этой части несколько другие. И я, когда готовилась к докладу и смотрела, читала там в интернете, как видит мир историю развития DLP-систем. Вот я ее так немножко на первом слайде показала. Вот. Но воспоминания нашей, нашей компании, нашей команды DLP-шиной, они несколько иные. Почему? Потому что, вот, посмотрели, нас вот в прошлом, на прошлой неделе, неделю назад был день рождения. Нашей системе исполнится 21 год. Мы такие вот совершенно летние. И вот 2000 год, это год рождения системы, и мы родились как почтовый архив. Но почтовый архив тогда, был закон для банков о том, сколько они должны хранить переписку для регуляторов. Там, по-моему, 7 лет было. Но почтовый архив изначально, он был спроектирован на работу в разрыв, то есть данные в почтовый архив уже поступали сразу с сервера. И система изначально в 2000 году стояла в разрыв и была таким образом спроектирована. Сразу была политика фильтрации, сразу была блокировка. Политика фильтрации сразу была по контенту. Да, конечно, возможности контентного анализа были более скромны, чем они есть сейчас у всех вендоров, но по ключевым словам, по регулярным выражениям, собственно, мы фильтровали с самого начала. И в этой связи, вот как-то у нас, как у вендора, понимание задачи, оно стало формироваться немножко в другом таком вот контексте. А дальше была история какая, вот что произошло там в начале 2000-х годов, где-то, наверное, 2004, вот по моим воспоминаниям, где-то тогда, произошел экспоненциальный рост почты. Вот объем трафика, с которым мы работали, он вырос, вот прям, не знаю, там, на порядок. И тогда мы очень быстро столкнулись с историей, когда возникают проблемы с хранением и проблемы с поиском, с быстродействием системы, именно работы с накопленными данными. И дальше мы там много лет решали эту задачу. То есть мы решали, как мы будем там, как мы организуем свое хранение, чтобы в нем быстро искать, чтобы ничего не потерять. То есть смотрели архитектурно, как нам надо отделять сырые данные от индексов, от структурированных данных, метаданных о сообщениях. И, в принципе, мы, наверное, как вендор вот здесь очень долго работали именно с этим. Но для нас фокус был на почтовый канал. То есть для нас вот каналом была именно почта. И, наверное, понимание о том, что DLP – это контроль многих каналов, у нас возникло, может быть, даже чуть позже. То есть если вы там посмотрите, у нас контроль других каналов появлялся постепенно и отнюдь не сразу. И так получилось, что в хранении информации, в расследовании инцидентов в архиве данных, у нас там компетенции наросли, а в перехвате они там появились несколько позже. Я пришла в компанию в 2014, вернее, не в компанию, а на дозор на эту группу продуктов в 2014 году. Еще не было Солара. И у меня был в то время опыт работы в Росфин-мониторинге, как у подрядчика, да, я тогда в джете работала. И в Росфин-мониторинге у них были задачи, которые, как мне показалось, были достаточно сильно схожи с задачами, которые решает ДЛП. Ну, вот мне тогда так казалось. И я смотрела на систему, на которую я пришла, с которой я была знакома, но немножко заочно, и понимала, что я не представляю, как решать эти задачи. То есть задачи, понятно, я их видела, как задачу выявления внутреннего мошенничества, как сопоставление большого количества фактов, как поиск аффилированности, как поиск зарождающегося мошенничества, как предотвращение какой-то истории. И в этом плане мне не хватало инструментов. То есть вот я смотрела на систему, и я ее видела, я так иногда говорю на выступлениях, что это система, да вообще тогда, наверное, все ДЛП-системы такие были для суровых челябинских мужиков. То есть у тебя есть большой архив, такая помойка, в которой у тебя есть там большое количество слабо структурированной информации. Единственный доступный тебе инструмент, которым ты можешь как аналитик безопасности пользоваться, это поиск. И поскольку до этого я работала как аналитик интеграции, была знакома с большим количеством бизнес-систем, автоматизирующих деятельность, я привыкла, конечно, к тому, что, не знаю, зашел в СРМ, открыл карточку, вот здесь у тебя карточка твоего контрагента, по ней есть вся информация, и ты там сразу получил все, что тебе надо знать о контрагенте, ты находишься в контексте. Если говорить о расследовании, которое там проводили соответствующие органы, там тоже все было понятно, у тебя есть компания, или у тебя есть какой-то инцидент, ты заходишь, получаешь всю информацию контекстную, и дальше ты начинаешь расследование вести. Вести расследование, этот вопрос невозможно формализовать, потому что у тебя расследование ведется, что в каждой точке, в зависимости от контекста, в котором ты находишься в этот момент, ты выбираешь направление дальнейшего расследования, то есть у тебя нет заранее предопределенных шагов. Но что тебе нужно? Тебе нужны какие-то готовые срезы данных, какая-то аналитика, которая тебе покажет, с чем ты имеешь дело, и подскажет тебе, в какую сторону двигаться. И тогда, в 2016 году, мы изменили подход. Это, я считаю, было очень важно, когда мы заранее всю собранную информацию, которая есть о коммуникациях сотрудников, мы ее заранее определенным образом систематизировали, под разные задачи представили готовым образом. И это было в моменте. Появилось досье не просто как фамилия, имя, отчество человека и какая-то его почта, а досье, как связанное с сотрудником информации, классифицированное, там файлы отправленные, полученные, коммуникации, которые уже определенным образом сгруппированы, нарушения, которые были связаны с сотрудником. Когда мы это делали, мы поняли, что этого недостаточно, потому что если мы говорим про безопасность и про безопасность с фокусом на человека, то здесь недостаточно смотреть на одного сотрудника, потому что это может быть и группа лиц, или это может быть, например, группа повышенного риска. И тогда нужна вся та же информация, уже собранная, уже готовая, но по группе. Тогда у нас появилась карточка группы. И в этом плане, вот я считаю, у нас такой был, если до этого мы развивались технологически и оттачивали там политики, чтобы можно было там любую политику настроить, хранение настраивали, поиски настраивали, то здесь мы решали уже задачу прикладную. И мне кажется, что примерно с 2015 года ДЛП-системы стали решать прикладные задачи. Эти прикладные задачи, собственно, две, на мой взгляд. Первая прикладная задача – это автоматизация деятельности безопасника. Почему? Потому что с ростом объемов перехватываемой информации такое количество входящей информации на бедного безопасника валится, что у него потери на обработку, временные потери становятся очень большими. И в этом плане убрать рутинные операции, свернуть их в какие-то автоматизированные действия для принятия решения, подготовить ему конкретные срезы данных – это очень важно. Иначе он просто в рутине закопается и не сможет решать действительно там важные такие вот интеллектуальные задачи. Это вот был такой переломный момент. Да. Именно то, о чем сейчас рассказала Галя, очень сильно нас тогда интересовало, потому что те самые объемы информации, про которые я тоже упомянула, они были, и у нас они были вот именно такие. Это было где-то, ну, от 20 до 30 тысяч пользователей, если говорить о том объеме, с которым нам пришлось работать в открытии. Поэтому мы повернулись к рынку и лицом и увидели всех его игроков, которые здесь, в общем-то, представлены. Мы действительно перед собой поставили задачу изучить все эти системы, изучить, чем они отличаются. Вот прям очень-очень сильно глубоко, потому что, ну, поверхностно нам бы это ничего, наверное, не дало, нам нужно было это посмотреть, протестировать, естественно. Поэтому мы для себя определили крайне широкий перечень, не было никакого шорт-листа. К шорт-листу мы пришли, наверное, чуть уже позже, но об этом, наверное, будет у нас подробнее во втором треке. Как происходит этот процессор и как он должен происходить. Что мы искали? Мы искали как раз то, о чем рассказывала Галя. Вот ту, скажем, хронологию движения дозора, которая произошла за все годы. Мы действительно, как я уже сказала, нам нужно было в режиме реального времени, чтобы система уже показывала, куда посмотреть. Потому что руками и глазами сделать даже 15 человек ничего не смогут. С таким огромнейшим объемом информации, как был у нас. Быстрый поиск. Почему быстрый поиск? Мы говорим о банковской системе, о финансовой. Постоянно что-то случается, постоянно какие-то мошеннические кейсы. Нужно очень быстро реагировать. У клиента списали сумму со счета. У нас нет времени. Нам нужно очень быстро провести это расследование. Ночью, например. И к утру нам уже нужно дать некое заключение. Поэтому быстрый интеллектуальный поиск и технологии, естественно, которые помогут это в системе реализовать, нам были, естественно, интересны в первую очередь. Карты коммуникации и досье. Это вот я могу сказать, я об этом всегда говорю. Это то, чем сразу привлек меня дозор. Я когда увидела досье, на тот момент уже продукт был, ну вот, каким вы сейчас его, наверное, знаете, тоже видите. И досье меня заинтересовало очень. Потому что нам до этого приходилось вручную, вне системы собирать информацию о пользователе. Где-то ее ввести, какой-то учет. Ну, сами понимаете, наверное, это было не очень эффективно для таких объемов. Тем более у нас были сотни людей только на мониторинге. То есть это сотни людей, за которыми нужно было присматривать на постоянной основе. Дальше, наверное, действительно узнают многие функционал дозора. Это информационные объекты, ориентирование на поведенческий анализ, о нем было уже сказано, и визуализация. Когда есть какая-то картинка, какая-то динамика инцидентов, и ее можно всегда, скажем, в разрезе проанализировать. Закончим, наверное, на трендах, на определенных, что системы именно так развивались, все, о чем мы сейчас говорили с Галей, что уже пришло все к тому, что внутри системы нужен искусственный интеллект. Потому что система, которая просто собирает и просто показывает тебе информацию, пусть даже в красивом виде, это совершенно бессмысленно. Нужна система, которая внутри сможет работать с абсолютно огромным объемом неструктурированных данных. Это действительно определенный тренд. Комплайнс. Потому что есть компании уже созревшие, которые тоже, как и мы, прошли определенный большой путь. И они уже понимают, что надо защищать. У нас сейчас есть именно такие ключевые заказчики, которые очень четко для себя это понимают. и готовы вместе с нами вот этот процесс постоянно оптимизировать. Teams. Ну, про Teams говорить много не надо. 2020 год, что он нам принес. И с Teams, наверное, мне кажется, нам просто оборвали телефон уже в марте-апреле прошлого года. А что позволяет контролировать Teams? Контроль занятости, выполнение задачи, это как раз та прикладная функция, о которой начала говорить Галя, о которой будет в дальнейших треках. Действительно, это уже не задача DLP, но DLP как инструмент очень сильно помогает. Ну и, естественно, мы все знаем нашу ключевую проблему всех. Я тоже, как заказчика инфраструктуры, за этим не всегда успевает. Нужно понимать, что мощности должны быть достаточны. Если мы хотим на большом объеме, искать информацию очень-очень быстро. Ну и в заключении я хочу сказать буквально там тоже одну минуту, что поменялось, на мой взгляд, вот с 2015 года, на котором мы остановились, до 2021. Я хочу констатировать по нашему опыту, по опыту нашей компании, что поменялась целевая аудитория. Если в 2015 году мы только хотели, чтобы DLP использовали другие подразделения службы безопасности, то в 2021 году я должна констатировать, что DLP это больше не инструмент информационной безопасности, это инструмент корпоративной безопасности. Соответственно, расширился список задач, которые решает сейчас безопасность с помощью DLP-системы. И, собственно, у нас есть как предпосылки для изменения, возможности для изменения. И мне кажется, одной из важных возможностей для изменения развития DLP-системы является запрос рынка и такая, может быть, не очень популярная история, импортозамещение. То есть то, что наши заказчики вынуждены или по доброй воле выбирают российские решения, это для нас, для производителей, возможность в них вкладываться. Потому что, если мы что-то развиваем, мы должны это продавать. И, в принципе, вот эти тренды, на мой взгляд, сейчас дают очень интересное направление развития DLP-систем. И основной наш вызов в том, что очень много задач, очень большой объем информации, которую нужно правильным образом интерпретировать. Это такое очередное пришествие бигдаты. И для того, чтобы не потонуть в этом, уже недостаточно просто анализировать входящий поток на предмет, правильное это или неправильное письмо, надо иметь возможность сделать большую аналитику. Большую аналитику и давать и предсказательные моменты, и предотвращение каких-то кейсов, и готовые ответы, готовые рецепты. Галина, вот интересный момент, который вы осветили. Именно 2014-2015 год, вот 2000-му, а неужели удалось собрать людей, которые так или иначе были причастны к созданию Дозора? Ну и не покойный Саша Таранов, соответственно, ну, одним из первых людей, которых занимался Дозор, уже это была моя жена, бывшая. Вот, собственно, я отлично знаю, какая это была история. И вот переломный момент, мне кажется, наступил в тот момент, когда Дозор отказался от Солара на серверах. То есть, ну, там целеполагание было другое. Там была задача продать железо и массиво. Ну, я, наверное, сначала отвечу на первый вопрос. Мы в конце прошлого года поздравляли сотрудников, которые давно проработали в компании. И у нас количество человек, которые проработали в компании, ну, в компании, в смысле, с продуктом, у нас компания всего 6 лет, которые проработали с продуктом больше 10 лет, больше 20 человек. У нас больше 10 человек, сотрудников, которые больше 15 лет проработали в компании. У нас есть люди, которые работают в компании с продуктом с 98-го и с 2000-го года. Вы имеете в виду заказчиков или компания? Я имею в виду сотрудников, которые развивают систему. Вот, что говорит, если говорить, к чему у нас произошел переломный момент, мне кажется, переломный момент у нас произошел, наверное, когда мы поняли, что наша система, она не для инженеров, а для безопасников. Потому что очень долго у нас был такой очень инженерный продукт, который был и требовал поддержки, и требовал там, ну, хорошего бэкграунда для использования. То есть до какого-то момента локализация серверных платформ, она формировалась только на Соларисе? То есть на Соларисе, вернее. Нет, ну здесь не было, привязки к платформам не было. Мы же очень быстро, мы как наследники, собственно, Юниксов, мы очень быстро, как только появился Линукс, стали собираться на Линуксе. Здесь у нас не было проблемы. Это примерно какой-то 12-й, 13-й, не думаю, что раньше. Нет, раньше. Как только Линукс появился, так сразу мы туда и перешли. У нас было два момента. Первое, когда мы перешли от почтового архива к ДЛП-системе, то есть когда у нас вместо одного канала появились все каналы. С мапой СКВТ, да? Да, да, СКВТ это отдельная история. И второй момент, у нас сейчас отдельно есть продукт, веб-прокси, который относится теперь к классу сервиса, господи, как это, СВГ, security, веб-гитвей, да. Вот, и основной все-таки был момент, я на этом настаиваю, когда мы пересмотрели задачи, которые решают наши пользователи. Это очень важный момент, потому что нет самоцели анализировать контент переписки. Нет самоцели размечать трафик и получать вердикт, можно или нельзя, и блокировка. Этого вот прям мало. Безопасник решает другие задачи. Вот у него задача, либо защитить конкретную информацию, либо проследить, каким путем эта информация утекла, либо предотвратить какой-то момент утечки информации, это всегда лучше, чем разбираться с последствием. Либо уже, если говорить о задачах корпоративной безопасности, это выявление признаков мошенничества, это расследование. У нас сейчас многие работают для выявления конфликта интересов и для управления им. То есть очень многое меняется в средствах системы, когда ты идешь от задач пользователей, а не от технологических возможностей. Ну и последний вопрос, который у меня есть. Вот действительно вы пионеры, а у вас до Солара, до Зора Джет ничего, в общем-то, более или менее похожего на ДЛП действительно не было. И была некая большая ценовая трансформация самого решения. Раньше решение было таково, что оно умело делать мало, а стоило вместе с железом и обслуживанием дорого. Вот как с вашей точки зрения вообще меняется ценовая категория вообще классов решения ДЛП, не только до Зора, а вообще вот в сочетании лицензии, железа, поддержка, базы данных и так далее. Потому что есть такое ощущение, что зрелость пришла именно тогда, когда высокая цена за мало превратилась в более адекватную за большее количество функционалов. Нет такого ощущения? Ну, такое может быть, но я думаю, что это не зрелость, не развитие ДЛП-системы, а скорее развитие IT-рынка в целом. То есть что сыграло на перетекании цены от стоимости железа к стоимости лицензии и работ? Первое, что мы смогли от дорогого системного программного обеспечения перейти к оппенсорс-стеку. То есть сейчас практически все заказчики используют Linux бесплатный, используют Postgres бесплатный. То есть здесь уже нет. Сильно ли мы сэкономили на железо? Ну, конечно, все производители так или иначе сейчас стараются прожорливость своих ДЛП-систем уменьшить. Можно ли уменьшить бесконечно? Конечно, нет, потому что одновременно они, так сказать, выдвигают требования к быстродействию, к объему анализируемой информации. Вот у нас есть требования, там, не знаю, на предыдущей сессии звучали или нет, что мы должны принимать абсолютно любые по объему вложения и их онлайн отрабатывать. Там и 2, и 10 гигабайт, и 50 гигабайт, и мы все равно должны отработать. Сделать этого без железа нельзя. То есть требования к железу, они все равно будут. Но железо само по себе становится все-таки подешевле. И, кстати, еще момент такой, тоже на нас требования к железу сказались. Вот у нас горизонтальная масштабируемость, у нас решение архитектурно собирается из разных узлов. Это тоже было требование уменьшения стоимости железа. Когда мы для функционирования ДЛП-системы отказались от одной мощной железки, мы можем собираться на большом количестве разных серверов, которые есть у заказчика. Это тоже позволяет оптимизировать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова